25 гитаристов Двух мнений, как говорится, здесь быть не может Томми Эммануэль сосет и причмокивает Он на меня перестанет улыбаться сразу Я и все сделаю, депрессивного героя 24 участника отгремели, 7 из них поехали по домам Совсем скоро мы начнем финальную часть наших классических баттлов Всем привет! Итак, я представляю нашу гитар-баттл команду Справа от меня играет также у Глеба Олейников в группе Александр Андросенко Слева от меня Сергей Шеев Также играет с Сергеем Табачиком в группе Nobody One Молодой и дерзкий барабанщик иногда играет с Дженни Ламбы на похоронах и свадьбах Петр Яцер Представлю, конечно же, наших наставников Евгений Ламбак Всем привет! Здоровый, но справедливый Глеб Олейник Большой любитель путешествий Сергей Табачиков Вероника, как там у вас наверху? Мне кажется, очень волнительно Лично я за них очень волнуюсь Сейчас узнаем, ребят Ну что, готовы рвать струны? Да! Ну так? Мы готовы услышать имена первых Мы начинаем одну восьмую финала На этом этапе гитаристы сражаются внутри команды на вылет Они не знают заранее, против кого они выйдут на батл и в какой очередности По итогам батла наставник определит Кто идет дальше представлять его гордое имя А кто отправится на завод крутить струны для настоящих бойцов Да будет битва! Первая команда идет от Сергея Табачикова Сергей, называй Я очень долго думал, кого поставить первым И как скомпоновать пару, чтобы было максимально интересно Поэтому в левом углу я предлагаю вам познакомиться с человеком Я с ним познакомился где-то год назад на одном из джемов И то, как он играл, меня впечатлило максимально Я подумал, до чего академичный человек А потом узнал, что у него образования-то вовсе и нет И вообще он там работает где-то на нефтепроводе, кладет электрику Но играет потрясающе и настраивает звук Поэтому я представляю вам этого человека Александр Ростовцев Всем привет! У нас продолжение нашего банкета И будем надеяться, что все это пройдет весело, задорно И пусть будет рок-н-ролл Привет, Саша, очень рад тебя видеть С какой песней ты сегодня пришел? Знаешь, вот когда сидишь на пляже, ничего не хочется делать Все так смотришь на море И вот что-то так навевает Знаешь, где-то вот, когда ты сидишь, а там где-то радио зряет Вот она должна быть такая спокойная, навевающая, мозг не грузит Трек хорошо звучит, очень здорово, очень сильный Но, на мой взгляд, лишен смысла Я пытаюсь его перетянуть на сторону мелодии А он постоянно остается в атмосфере Это очень две разные вещи Он просто настраивает какую-то атмосферу Но ничего конкретного не рассказывает Я пытаюсь ему донести, что гораздо интереснее слушать и читать книги, где твердая сюжетная линия А не просто красивое описание Классно! Я прямо вот воистину почувствовал вот этот аромат кокоса пляжного В целом здорово Но это как кино Бывает кино, где идет конкретная линия Одно из другого Третье с четвертым связано А бывает кино просто как кусок эпизода жизни Кусок выхваченный Выхваченный кусок Он без начала, без конца и просто идет Вот это тоже песня такая Просто о настроении Да, просто атмосфера создается Он сегодня искал определенные вещи Которые, скажем так Оставили свой след Я, наверное, задумываюсь над этим Не, наверное, я задумываюсь над этим И есть вещи, которые я стараюсь проработать И кое-что скорректировать Чтобы Саша победил Ему нужно научиться погружаться полностью в эту атмосферу От начала до конца Когда он выходит на сцену и играет Я не прошу от него полностью заранее продумывать все ходы Но выйти и принять, прожить то, что он делает Это очень важно Если он этим будет заниматься То песня будет более гармонично звучать Но он это делает Просто нужно еще чуть-чуть постараться Итак, Сергей Кто же будет вторым участником? Было трудно выбрать Было трудно выбрать Но я подумал, что максимально интересно В противовес вот этой академичности Поставить что-то сверхординарное Что-то очень необычное Что-то, что брыщет своей энергией просто через край И я решил, что идеальной парой будет Джон Константин Джон Константин тоже на сцену Всем привет, дорогие зрители С вами Джон Константин слэш Лев Я вижу, пока ты готовился Что у тебя безграничная фантазия То есть все люди, они не перебивай меня на хуй То есть все люди обычные, они играют У них все по канону, все хорошо А вот такие вот конченые художники Они как раз и идут дальше Поэтому очень интересно, с чем ты приехал Твою песню послушать Я записал демку, получается Мне помог замечательный гитарист Который в этом шоу тоже участвует Инар Глядинов, он ритм играл Я на это все играл композицию Которую я играть буду Мне кажется, из всех гитаристов Которые участвуют в этом гитар-батле Этот чувак единственный, кто запишет свой альбом А у него реально горит в жопе У него шило И он очень хочет это сделать И у него получается делать это С какой-то детской непосредственностью Что очень важно для артиста В первую очередь я бы хотел Сказать и достучаться до сердец Миллионов слушателей Что гаммы Это скучно, умило и неинтересно У тебя очень много гамм У меня их две Да По-моему Нет Можешь и одну играть Это ужасно Большинство идей, которые я там предлагал Табачников Либо как-то чуть-чуть корректировал Но сами идеи ему, по-моему, все нравились У него очень много идей Но многое из них полное говно Я могу спорить с наставником или нет? Нет, ты должен завалить На хвост Или терпеливо выслушивать Потом придешь дома и будешь рыдать Вот суть талантливого человека Он брызжет идеями Их очень много Поэтому ему нужен как раз взгляд со стороны Который говорит Вот это было очень плохо Это никогда не делай больше Я надеюсь, хоть в этот раз Пожалуйста Дорогой Лев Ну, то есть я Сыграй не через жопу И постарайся пройти Вот не надо в крайности кидаться Пожалуйста, сделай просто нормально Догрянет батл Александр Остопцев Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сережа, звук красивый, техника, там эти флажелеты, когда начались, о, бальзам. Очень все красиво. Ну вот, Джон, ты просто, конечно, я, честно сказать, полкомпозиции вообще нифига не понял, что ты играешь, но было, блин, максимально интересно на тебя смотреть, что ты сейчас выдашь, звуки, которые ты издаешь, потом ты еще куда-то побежал, вообще, это, конечно, просто респект за шоу тебе, вот что-то, что-то ты делаешь, такое интересное. Спасибо. Глеб, как ты прокомментируешь данную ситуацию? Все уже сказал Дженя. Ростовцев сыграл, конечно, красиво, но очень отстраненно, как будто он сидит за компьютером и пишет какую-то программу, такой фигак написал на ЧПУ, ЧПУ сыграло, все хорошо. Здесь я зато увидел бурлящий, понимаешь, океан страсти, фонтан такой, понимаешь, это Кецалькуатль какой-то, вулкан. Ни хрена не слышно, что ты играешь, действительно, вообще непонятно. Понятно только, когда на чистый звук переходишь. Но, ты знаешь, во время живого выступления это не главное. Главное — это харизма, поэтому у тебя очень круто получилось. Глеб, мы, честно признаться, тут с Джоном на косарь забились. Надо знать твое мнение, короче говоря, по поводу его скоростной игры. Там вообще хоть что-то там... Или надо позаниматься. Ну, сейчас уже поздно. Давай, вырубай ты. Ты читишь, короче. Ну, сейчас уже можно так... Так уже не показывать, когда просто демоншируешь. Твой анализ небольшой такой. Мой анализ небольшой. Мне нравится. Еще чуть-чуть шрифануть, чуть-чуть подмандить, и будет очень круто. Надеюсь, Сергей учтет наш конфликт между Джоном, когда будет выставлять свои очки. Ну что, настало время... Свою очко я выставлять не буду. Ради него точно. Настало время трудного решения. Слово Сергею. Конечно, ты мне понравился. Ты замечательный человек. Очень хороший артист. Выбирать сложно. И чего улыбается? Улыбается еще, да? Но с другой стороны, Саша. Вот он классный. Вот у него и мелодии. У тебя есть еще песни хорошие? Есть? Нормальные? Ну, ты оценишь потом, если выберешь. Понятно. Это очень сложный выбор для меня. Тишина в студии. Наставник принимает решение. Пожалуйста, Сергей. Я выбираю молодого. Джон Константин. Спасибо, Саша. Прошу, пожалуйста. Ну, это игра, и, к сожалению, тут есть как выигрыши, так и проигравшие. Твое последнее слово. Я желаю просто всем удачи, и пусть победит сильнейший все просто. Я, правда, не знаю, кто тогда победит сильнейший, потому что у меня абсолютно потеряна реальность в данный момент. Это шоу-бизнес. Здесь все через жопу. Я заметил. Желаем тебе удачи. Увидимся в следующих выпусках. Александр Ростовцев. Это максимально неожиданно. Молодец. Молодец. Ну что, ты доволен? Своим выступлением. Ну, когда Александр сыграл, я такой что-то подумал, подумал. Я прямо, блин, ну, играть мне бессмысленно на гитаре, придется что-то другое делать, и весь мой адреналин, он, похоже, в ноги ушел, поэтому я бегал по сцене. Я сначала хотел взять техникой, но получилось, как получилось. Дальше больше, посмотрим, что будет впереди. Александр сыграл, короче, я однозначно говорю. Ты с собой доволен? В принципе, да, но можно было, как всегда, лучше делать. Как бы, я бы, в принципе, ну, процентов на 70, наверное, сказал бы, что я справился с тем, что будет. Я тебя в любом случае поздравляю с участием. В крутом шоу, надеюсь. Ты считаешь, что оно крутое? Аналога все равно нет. Ты не жалеешь? Самое главное. До новых встреч. Удачи. Напоминаю, что совсем скоро состоятся съемки финальных частей сезона Эпик Плей. Лучшие из лучших гитаристов поборются за 1 миллион рублей. Билеты можно приобрести прямо по ссылке, прямо под этим видео. Уникальный шанс приобщиться к семье искусства и экспрессии. Встретимся на шоу. Ну что, мы продолжаем наши баттлы. Итак, на очереди команда Евгения Ламба. Женя, кто выходит на ринг сегодня? Ох, на ринг сегодня, сейчас, прямо сейчас, выйдет человек, которого знает каждый участник жюри. Я ему благодарен лично за множество всяких коллабораций с разными интересными артистами. И это Слава Евдокимов. Вячеслав Евдокимов. Привет, я рад, что вы снова вытащили меня из зоны комфорта. Здравствуй, Слава. Привет. Видишь, сегодня без фона, кстати. Почти. Прекрасно, да. Я вообще был удивлен увидеть Славу на проекте. На самом деле, композиция, композиция, мне понравилась его. И в отборочной, на которой мы сегодня репетировали, было интересно. Процесс был такой. Я отправил две композиции. Говорю, вот хочу либо это, либо это. Сыграл, специально сыграл со всеми ошибками. Там вот так от начала до конца, не переигрывая. Отправил Женю. Женя говорит, а, ну я здесь понял, что ты хотел. Здесь вот это, здесь усилие. Это переиначь. И вторую композицию в итоге мы оставили, которую я не буду играть. Славе было сложно что-либо дать, потому что какие-то мои практические советы. Слава сказал, что, а, ну это я знаю. А это я тоже знаю. И на этом, как бы, ну, все. Че, в какой-то момент показалось, что что-то не то с гармонией. Или я не туда уехал? Как-то так. А то это репетиция. Договаривайся с группой, все нормально. Все, что парни играют, мне нравится. Мне нравится мелодия, композиция. Но, блин, подготовься. Не, ну я понимаю, я сейчас сам только думаю, а что там я придумал-то? Да, блин, сюда, туда. Славе, видимо, придется очень много позаниматься и наверстать упущенные жопочасы в экспресс-курс. Женя, кто же будет против Славы? Против Славы будет потрясающий гитарист, с которым я познакомился благодаря этому проекту. Видел его в отборочных. Это рок-герой, который, между прочим, для этого тура, так во всяком случае он мне говорит, что купил стратокастер, чтобы играть в моей команде. В отборочном он был с Лес Полом, сегодня со стратокастером и сделал блюз-роковый трек. И это Дмитрий Плотников. Дмитрий Плотников! Прошу на сцену. Да, со словами мне тут не до выебонов, надо брать хоть кого-то, у меня команда не набранная, да. Я это помню. Дима, привет! Привет, привет. Как твой трек называется? Мой трек никак не называется. Потому что он был написан в моменте, как бы ничему не посвящен. Какое состояние было в тот момент? Состояние было связано с покупкой нового инструмента. Конечно, ты же сказал, что если играть в блюз, то без стратокастера никуда. Не приходи. Не приходи вообще. Ну, как бы я хотел тебя уломать на блюз-рок, там, с СГшкой. Нет, все, короче, пришлось купить Fender. Fender для него это совершенно новая эстетика звука, эргономика, опять-таки, в руках. И это побуждает его на новые какие-то техники и звуки. И это интересно наблюдать, как он в ходе проекта меняет практически свой стиль. Но составившийся музыкант в состоянии менять свой стиль игры для этого проекта. Это очень круто. Я не отношусь к этому как к какому-то спаррингу, поединку. То есть я выхожу и отдаюсь потоку просто. И все. И я не заморачиваюсь там, а ложену ли я здесь, а не ложену ли я здесь. Если еще есть время что-то поменять, как будто хочется чуть меньше вот запилов. То есть оставить их вот в самый конец, в кульминацию. Если ты можешь где-то вот играешь запил и играть вот не шестнадцатыми там, а где-то восьмыми там. Может быть немножко добавить какой-то, каких-то акцентов, динамики. То есть к этим фразам, то есть какие-то нотки сделать такими, знаешь, ну дурацкими, дерзкими. Я понял. Можно попробовать. Я думаю, время есть. Чтобы было такое, не смотрите, какой я классный и опытный гитарист, я умею красивый звук развлекать. А чтобы вот прям рубиться в слюги, вот чтобы вот, чтобы в щепки все летело. И чтобы энергия пошла вот такая, зал непричесанная. Вот этого немножко дикарства хочется пожелать добавить. Итак, друзья, ставки высокие. Тот, кто не проходит дальше по конкурсу, у нас есть специальная услуга. Мы труду остраиваем на завод. Прямо отдел кадров находится здесь. Мы сняли специальное помещение на заводе, чтобы далеко не надо было ходить. Пожалуйста, аплодисменты. Итак, мы начинаем. Догрянет экстрим-битва. Спорт и алкоголизм спасет мир. Погнали! Догрянет экстрим. Догрянет экстрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Слава молодец! Добро пожаловать в наш канал! 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 И, короче говоря, оба артиста волновались Слава больше, ощущение Славы, что ты немножко не поверил в то, что ты можешь пройти И вот это для меня показатель такой печальный Потому что мне нужны люди, которые верят в то, что они могут быть первыми Но хочется, чтобы ты не останавливался Чтобы ты продолжал вот такую сольную карьеру выступления И находил на это время Дима, очень круто, по энергии, все, как сказал мистер Сергей Ты погрузил, погрузил, в середине, в середине погрузил В конце вообще просто нагнул Но хочется, чтобы это происходило с самого начала трека И чтобы немножко больше к нам Я все хотел твой взгляд увидеть И ты так его и не дал Очень хочется иметь контакт с артистом Поэтому я хочу, чтобы остался у меня в команде Дмитрий Плотников Но мы будем продолжать работать Итак, победитель идеального гитарного баттла Дмитрий Плотников! Слава, вот такое вот решение наставника Мы с тобой, помнишь, делали первый гитар-баттл Как я сидел у тебя на втором этаже и умолял Чтобы ты мне не завышал аренду Мое последнее слово Что ты нам пожелаешь? Что скажешь? Или можешь обматерить всех? Или про организацию что-то сказать? Ну, про организацию мы с тобой поговорили А что хочу сказать Я видел, что происходит И, знаешь, я подумал, что это же баттл не только среди нас Среди тех, кто участвует Это еще баттл среди вас А я очень хочу, чтобы выиграла Женя на команде Потому что я в его команде И Дима не даст соврать Я Диме сказал Дима, ты должен остаться Потому что дальше надо будет там серьезно бороться Честно всем признаюсь Да, Женя абсолютно прав Я на гитаре много лет не занимался И вот то, что меня вытянули благодаря Дмитрию И то, что сначала мы хотели вас разыграть А потом оказалось, что мне пришлось остаться И вот за это время Начиная с первого, так сказать, моего выхода на сцену в этом баттле Я, ну, реально мне пришлось заниматься Даже в поездке я искал там где-то гитару В общем-то, удачи Жениной команде Спасибо вам всем, что вы здесь Спасибо, наверное, мне, что я сегодня очень мало лажал Я думал, что вообще там все будет Короче, клевое шоу Спасибо Витяслав Евтахимов Спасибо Ну что скажешь, Сергей? Да, все так и было Видно, что Слава 72 года не играл на гитаре Все очень зажеванное И ничего не понятно Переживал, переживал На самом деле на репе он лучше сыграл Да, но Диман, Дмитрий тоже он волновался Он тоже все было спазмировано Я прям чувствовал Он купил прямо перед выступлением эту гитару Ну, это же Fender Stratocaster Там ручка громкости, прямо мизинец Это же непривычно Это же непривычно, да Вот, поэтому у него даже нога начала отказывать Мимо педали начал ступать Да, так и было Я хочу сказать, что Дима все-таки Все-таки он справился с этим переживанием И включил, включил Да, да, да Ну и вот с аранжировкой он подумал Взаимодействие А какая-то кода на 60 минут Ну, да, да С этой сисечкой в конце Я сделал все, что я хотел сделать Потому что я все-таки надеялся Что если я пройду дальше Там еще в багаже много всяких осталось Там фишек, мелодии, идей всяких разных Которые можно было бы реализовать потом Но Дима, он реально сделал все то, что я хотел отложить Дима это сделал сразу И он, конечно, был великолепен Он молодец Ну что, желаю удачи тогда Спасибо Пока Ну что, как ощущения? Доволен собой? Да Ощущения отличные Огонь Укусил тебя Ламбо все-таки Укусил, укусил Ну как же, не без этого Я сам ждал от себя, что произойдет Я, короче, сдался Сдался в смысле жизни Потоку И вот вышло так А ты согласен с Евгением, что Со зрителем нужно держать контакт И что не хватало тебя? Это, ну, я считаю, это одна из точек зрения И она может быть как рабочая или нерабочая То есть, опять же, это взгляд со стороны То есть, кому-то этого не хватает А никто же не знает, что в этот момент ощущает артист на сцене То есть, я бах, в себя ушел и все И как бы, я об этом даже не думал, короче говоря Ну, главное, что результат положительный Да, да Что дальше идем к победе Да Удачи Однозначно Спасибо Ну что, следующий баттл Обещает быть жестоким Вероника, что там творится? Скажи, там они рыдают уже все Просят пощады Ну вот да, неоднозначно Глеб, у нас тут в команде человек бледнеет уже От ожидания Ё-моё Руслан, что с тобой? Настолько страшно? Северный ветер подул, лицо обветрил Не надо глаза терять Надо спасать Не лицо Ну что, Глеб Ты подготовил очередную пару Скажи, пожалуйста, кто это будет? Итак, я вызываю Андрея Бестолченко Батта уже, конечно, близкая И я все больше нервничаю, конечно, с каждым днем Конкретно начинаю нервничать Хотя трек у меня, в принципе, готов И нервники уже не такие, как в первый раз Потому что я хотя бы знаю, чего ожидать Выйду на сцену, как это все будет происходить Как ты быстро расставился? Блин, я только глоток сделал А тут уже ребята стоят Я изначально старался тех выбирать Участников, с которыми будет меньше всего возни Ну, Андрей, это как раз один из таких случаев Этот трек я специально написал для этого этапа Это, можно сказать, был, с одной стороны, холодный расчет А с другой, ну, как бы, он мне и самому нравится То есть я от души написал, да То есть в чем прикол Вот Евгений Ламбо хотел страт и синглы Вот те страт и синглы будут Как бы там Ачерев хотел пройдет же электрон Но вот в конце будет кусок драм-н-бейса небольшого лупа Трек, который он подготовил, я считаю, замечательный В нем есть драйв, кураж Однако его хлопное место, как он сам признается Это меньжа Поэтому этот трек позволяет сыграть все ноты Одну за другой С минимальными потерями Ну, я бы хотел, чтобы понравилось всем, конечно Потому что мне уже охота пройти дальше все-таки Если первый раз я ни в чем не был уверен То сейчас у меня уже есть интерес пройти хотя бы в одну четвертую Мне главное на выступлении забороть не рвят Потому что у меня даже сейчас вроде тут еще нет ни зрителей, никого особо Ну, прямо я напрягся, как бы То есть как бы опять не залажать все из-за волнения У меня для тебя хорошая новость Я не слышал, что ты где-то что-то налажал Ну, там дальше на поканальной записи будет все слышно Желаю Андрею найти свой образ, который был бы яркий, цепляющий Чтобы он нашел свою фишку, за которую бы он взялся крепко И эту фишку зрители бы оценили Тогда все составляющие, пять элементов, понимаешь Хренакс, химия происходит, бабах И все, и встречайте новой Сатриани Тот же следующий, кто против джентльмена Итак, встречайте, Руслан, красивые глазки Хаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа «Дороги, давай, подждём, уле». Отвечает от других Руслана Хритонова его уверенность в том, что он делает. В общем, при написании этого трека я вдохновлялся бандой «Анагилейтер». Это одна из моих любимых групп. Я надеюсь, вам она тоже нравится, потому что это прям то. Ещё, наверное, лет пять назад этот риф основной родился. И, собственно, только не так давно я его вот, собственно, и доделал в полноценную пачку. Она и задумывалась изначально, как инструментал. Мне показалось, что он нашёл себя. Вот тот стиль, в котором он творит, это его стиль. Я считаю, это шикарно. Другое дело, что это же является его слабым местом, потому что если куда-то уходить в сторону, то тут он уже не будет так уверенно себя чувствовать. У тебя есть такая фишка, что когда ты играешь быстрые пассажи, они у тебя звучат хреновенько. Вот когда ты играешь легатные, то есть пул-пул-пул, вот эти вот по тренотному струну, они вот так немножечко зажёвано звучат. Однако это не дело твоего волнения, а дело просто характера твоей игры. Он сыграл всё именно так, как он играл на записи, когда мне её присылал. Говорит о том, что у него хорошая нервная система, стрессоустойчив, это прикольно. Выгрузайся, добави на победу, русик. Не бойся, всё будет хорошо. Ну что, Андрюх, как демона будем изгонять? Ну, покрестимся. Отец Андрей знает метод. Ну и кто начнёт, Глеб? Сатана или святой? Конечно, начнёт святой. Ну, помолимся. Друг мой. Да грянет битва между нечистой силой и Святым Духом. Амин. Да грянет битва между нечистой и Святым Духом. Аминь. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сначала я вообще не понял, о чем эти металлисты вообще, о каком-то разложении, о трупном яде, о чем вы вообще думаете, что это? Нет, потом образы нарисовались, я услышал там битву каких-то викингов, короче, какие-то баталии, какой-то вот это. Вот, стало чуть интереснее мне, то есть, короче, круто, мощно, пончует, все, совершенно не мое, но как бы, но признаться… Отрывает от реальности. Но ты играешь, да, 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 короче, позвал, позвал вот в свою вот эту историю, в которую я совершенно не хочу погружаться ни на секунду, но ты это сделал, как бы, в своем стиле ты красавчик и очень круто, вот. А Ангел что? А? А про Ангела? Да какой он Ангел, бес самый настоящий, ты посмотри на него, это тут еще поспорить надо, кто из них тот что. Бес со стратокастером, мне понравилось, что он со стратокастером, и вот этот… Я, честно, даже не помню твое выступление на отборочных, не знаю, как так получилось. С Ибанезом был. А-а-а-а… Тогда вы его зачмырили и то, что гитара рыбалась. Поэтому я запомнил, да, понятно, да, там что-то такое пластмассовое пролетело и как бы… Вот. Хотя не знаю, что там было, я просто не запомнил. Ну что, тебе припев, хочешь когда-то не понравился? Мне очень понравился, мне очень понравился звук, вот ты начал рефан сразу, наконец-то, наконец-то все. Я даже подумал, что ты в комбик играешь, но сейчас вижу, что нет. Вот. То есть убедил, короче, вот это все у тебя круто очень звучит. Сингл, нековый, блин, офигенно, прокачал. Звучишь круто. Ну вот, когда вот это все начало… Все выиграл, но я ничего не понимаю этого. Просто я, ну, просто я дурак, я не понимаю в этом языке. Ну ладно, забей тогда же. Вот. Но мне понравилось, когда после вашего соития вместе с Сашей там вот в этих интервалах, когда ты начал выдавать чуть помедленнее, подлиннее ноты, я стал… Чуть помедленнее. Мои уши стали различать их. Спасибо, Женечка. Отлично. И я зацепился, мне понравилось. Серега. Давай. Давай. Кто тебе ближе? Ты у нас тут за рук отвечаешь. Да. Здравствуйте. На проводе лектор. Сергей. Мне, конечно, это была битва не просто та, это была битва хамбахера против сингла. Кстати, да. Я не знаю, зачем ты играл это соло заунывное. Я ждал рифа, я ждал это… Бласт бит, я ждал вот этой вот массы. Но ты играл какой-то… Да, это соло какой-то. Ну это, конечно, было здорово, можно было разок вставить, но нужны были рифы. Ты же человек риф. А вот секретный человек, ну бес в шляпе. Мы это все про тебя знаем, да. Сначала мне не понравилось. Потом вроде разошлось, там были припевные мелодии. Скомканно. Но в целом неплохо. Где-то местами напомнил даже Джеффа Бека. Ну это когда я стал совсем скучно, я уже погрузился в себя. Стал свою музыку слушать. В целом здорово. А выбрать между вами я не могу. Оба сделали что-то очень-очень сомнительное. Так что решать Глебу. Глеб, короче, они тебя тянут на дно. Давай, выгребай. Итак, я рассказываю. Вот здесь у меня действительно непростое решение. Здесь борются две противоположности. Одна – это дичайшая харизма. Да. И меня зал сразу понял, все зааплодировали и всем нравится. И это работает. Это твой козырь. Прям молодец. Здесь другая ситуация. Здесь больше гитарного искусства. Здесь я слышу прикольный риф. Дальше прикольную… Так, как это, блядь, развитие событий. Идет какие-то телебули. Там делаешь пулы, хаммеры. Кирки. Да. И все такое. И вы, как Ин и Ян, друг друга дополняете. Вас бы, конечно, вот так вот в турне пустить, как противоборствующие элементы. Но, к сожалению, вот говно ситуации в том, что нужно выбрать кого-то одного. Да, да. К сожалению, «Арен Мейден» уже есть. И вы никуда не едете. Поскольку такая музыка, вот ты реально и молодец в том плане, что народ тебя хорошо принимает живьем в зале. Ты работаешь, и люди тебя чувствуют. Они прямо к тебе всей душой. Ну, ты понимаешь, да, почему я так много хорошего про тебя сейчас говорю? Ты понимаешь, мой нехороший намек, да? Я так понимаю, наставник готов сделать выбор. Тишина в зале. Да. В дальнейшем тебе это надо использовать. Это очень круто. Но у нас здесь конкурс гитарный. Да. По части гитары больше показал Андрей. Итак, победитель этого баттла объявляется… Андрей Местолченко! Ну что, Руслан, неплохо вчера пивка вобили. Да, нормально. Никто… Да, обещал, но я не владею ситуацией. Я тебя обманул. Я не продюсер. Рыдай, Кемерово! Твое последнее слово. Мое последнее слово. Хочу дико порадоваться за Андрюху. Потому что, как бы мы вчера обсуждали этот момент, типа, я говорю, вот будет западло, если нас между с тобой поставят. Потому что я этому человеку импонирую. И я искренне рад за него. Искренне. Андрюха, поздравляю тебя! Молодец. Давайте, рассказывайте. Прав я, не прав. Трудное решение, легкое решение. Женя, давай тебе слово. Нет, на самом деле ты очень аргументировал, я послушал и вот… Я вот на твои аргументы думаю, бля, может тоже надо было Ростовцева выбрать? Может, на гитарном конкурсе? Ну так да, да. Да, я послушал и понял, почему ты так выбрал. Круто, круто. Хотя оба сильные, оба сильные участники. Все, все не мое музло, но, короче… Ну вот, а тут все мое, все круто, но, блин, сердце разрывается у меня в данном случае. Вот прям как у тебя. Да, серьезно. Ага, понимаю. Понимаю, да. Руслан молодец, у него прям харизма прет, вот он выходит и он такой, вот он я, хлопчики. Да, есть такое. Встречаете. Есть такое, да. И встречают. И оценивают. Да, согласен. Здесь у Андрея более скромная ситуация, но зато по гитаре показывает больше. То есть ты выбрал гитарное искусство. Ну, мы на гитарном как бы… Ну, почему? Я бы не сказал, что он задрот. Нет, он все в тему делает. Он делает так, как нужно для построения своей композиции. И он мыслит именно электрогитарной композицией. Да. А у Руслана больше мышление все-таки в сторону композиции, которая предполагает вокал. Здесь у него лучше, чем даже было на отборочном туре. Лучше. Мне больше понравилось, да. Да, но мы с ним поработали, я ему это все говорил, но все равно стилистика, она как бы подсказывает, вокал. Да. Вот то, о чем мистер Сергей говорит. Ты про металлиста? Да, да. Что вот риф и дальше Фил Ансельма должен орать. Понятно, да. Ну, я опять недоволен, короче. Ну, в принципе, я доволен, что прошел, но опять, блин, с треском как-то так пролез так. Ну, ладно, хоть так. Значит, есть еще запасик на следующий этап. Ну, я надеюсь, да. Ну, хотя бы он будет, я уже рад, да. Такая музыка прям заставит всех бесов выйти наружу. У тебя, я думаю, это получилось, ты видел по реакции зала. Да, реакция зала прям меня очень удивила, на самом деле. Кайфанул. Да, это самое приятное. Это же самое главное. Склан табачников похвалил в этот раз. То есть, обычно вообще… Ну, в прошлый раз он сказал, что типа риф хороший, а остальное говно. А здесь, как бы да. А здесь сказал, блин, где твой риф? Да, где мои рифы? Куда ты делал? Ну, вот и специально, чтобы Сережа соскучиться успел по рифам пойти. Удачи. Спасибо. Хорошо долететь. Спасибо. Давай, до новых встреч. Частливо. Первый батл отгремел. Кто-то поехал домой, а кто-то остался в зрительном зале. Не пропустите следующий выпуск и узнаете, кто составит им компанию. Подписывайтесь, ставьте лайки и, конечно же, горячие комментарии. Мы ждем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok